здравствуйте дорогие радиоуслушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самой популярной для станции на среднем западе сша ее ведущие эдуард румер и геннадий сегодня никакой политики не экономики ничего сегодня мы говорим о театре и кино и наш собеседник замечательный российский актер павел деревянка павел добрый вечер добрый вечер ребят привет привет павел а во первых большое спасибо что вы нашли время для этой беседы потому что такой актер конечно для нас это большая удача побеседовать с вами а вот если вы сыграли в огромном количестве фильмов причем абсолютно разные образы серьезные интересные но если произносить павел деревянка это всегда такой беспринципный и очень обаятельный герой вы как относитесь к такому герою и обаятельным данным к обаятельному хорошо это это образ из кино я на самом деле очень в принципе и совсем не похож на моего славика если вы об этом но это тоже да да мы еще не говори неправду у вас можно ругаться нет потом можно можно ругать и да можно отдавать мы сделаем исключение легкий легкий такой мат вы я удивился честно говоря зная кстати хорошо ваше творчество но все-таки удивился вы много раз играли в классики это на сцене вы играли башмачкина дядя ваня три сестры это все постановки у кончаловского у достаточно серьезного режиссера он даже от великого режиссера который очень избрана берет артистов а и в кино также вы играли и башмачкина и кто-то еще до ярдяков смиряков а как вам удаются вот такие образы и насколько серии для вас серьезно вот играть именно в классике важно важно да как удается не знаю способность видимо есть какая-то перевоплощение для меня очень важно играть в классике и очень важно особенно последнее время играть серьезные роботические роли и а совсем последнее время последний год наверно мне хочется мерзавцев воплощать всяких всякой обаятельных и настоящих мерзавцев вот допустим мой последний фильм называется он подельники очень практически никто не видел за исключением те кто были на кинотабре он был на фестивале собственно за него я получил вот как раз у меня стол есть всякие призы мои вот этот вот за лучшую роль подельников там я сыграл абсолютное зло вот ну и по моему это достаточно убедительно было то есть это вообще я ничего подобного раньше даже близко не не играл но я надеюсь это только начал вот если да павел вот если продолжать эту тему да то вот знаете дмитрий нагиев замечательный актер и великолепный шоумен сыграл маньяка чикатило я видел этот сериал и надо сказать во первых это было очень убедительно это было страшно а существует ли для вас принципы в кино могли бы вы сыграть маньяка я не знаю там такого как бы при этом чтобы это был естественно хороший сценарий очень хороший режиссер и естественно команда я имею ввиду и актеров которые окружают или есть принципы когда на которые вы не пойдете играть определенных героев достаточно долгое время я для себя так определил это было лет наверное 8 назад даже на лет 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 8-10 назад что маньяков я играть не буду особенно тех кто там убивает детей мне предлагали настоятельно денис евстегнеев продюсер сериала мозгаз просто зажал меня буквально в углу и ночи хотел чтобы я играл тролли я тогда был против сейчас не знаю будет зависеть от конкретного сценария насколько талантливого написан вот да но знаете это все этапы мерзавцы и это мерзавцы и злодеи все равно я конечно очень хочу надеюсь что так и будет если будет мне продолжать также вести как и везло до сих пор все равно хочется конечно в свет идти и для меня очень важно если ты играю ну вот у меня совсем мало так называемого так называемого арта арт кино далее ну в основном этот арт конечно просто чернуха беспросветная к сожалению так а мне очень важно чтобы была какая-то надежда было и искупление какое-то боль луч света в конце тоннеля для меня это очень важно свет так что я думаю там через какое-то время будет будут светлые роли совсем светлые а недавно вышел фильм сериал в бореньке чего-то нет и сюжет таков что значит люди снимаю даже стер снимает кино и он вы знаете вы там снимались в роли камео павла деревянка и они обсуждают кого бы пригласить на главную роль с продюсером и продюсер говорит такую фразу давай пригласим деревянка без проигрышный вариант а режиссер говорит да как его пригласишь он телефон меняет каждый день я по себе да я по себе знаю что не меняли за последнюю неделю ни разу ни разу не менял вообще как купил свой первый телефон по после своей своей первой работы в кино в 2000 году ехали два шофера я заработал 7000 долларов по моему тогда и купил сразу себе телефон вот который мне есть по сих пор ни разу не меня а как насчет беспроигрышный вариант на самом деле ребят на самом деле так и есть я я это понимал уже давным давно я без проигрышный вариант мне нужен просто материал на общих условиях абсолютно и все но почему-то почему-то вот тут все как-то мимо проходило не знаю я к этому достаточно долго шел потому что предлагали вот ну там много всякого всего вот хотя я продюсером сразу говорил без проигрышный вариант только дайте шанс и все будет хорошо павел вот если говорить об актерской профессии это довольно сложная очень тяжелая профессия и зависимые и между и в мире и вместе с тем многие молодые ребята после окончания школы иначе идут в эти училища и институты и стараются туда поступишь и потом стать знаменитыми а вот как вы относитесь системе станиславского она до сих пор актуальна эта система или все-таки уже есть немножко какие-то другие подручные средства для актеров которые можно использовать и в театре и в кино станиславский это прекрасно основа основ но мне все равно ближе система михаила чехова впрочем я не знаю я не могу так сказать нас точно что мне ближе станиславский нет ну чехов однозначно да однозначно чехов ближе но нам просто как-то это последнее время все это вместе сложилось в какую-то свою систему я не знаю могу ли я так назвать этой системой своей ну в общем ребят это все такой маша от внешнего к внутреннему и наоборот но вам лично это помогает в работе допустим использовать систему или михаила чехова или станиславского каких-то случаях так давно и в институте это все делал формулируем для себя сейчас сейчас как ты двигаешь сам как как много вариантов а вы вот мы все время идем по вашему творчеству она очень многообразно но интересная вещь вы играли много исторических личностей личностей я делаю акцент на этом а это был и нестер махно в очень хорошей сериале фильме про нестера махно петра третьего вы играли майор майор фомин майор фомин в брестской крепости отила а что для вас а вот вопрос чем а почему то вы не играли ленина хотя по фактуре как мне кажется вы очень подходите образ этого исторического лица мы видели стычкина евгения стычкина и евгения мирон евгения миронова а вот как насчет вас и вот исторические лица насколько вам интересно это александр цикала продюсер я не помню как сериал на золотом для жени жени стычкин сыграл ленина на вот мы естественно пробовались и режиссер хотел по моему чтобы я играл вот но значит я отгадал саша саша говорит что в общем я не знаю там как это так получилось ну и разумеется это так это было круто это было отлично если просто получилось ленин был здорово мне очень нравится я обожаю перевоплощаться для меня вообще настоящий артист тот который умеет перевоплощаться вот да я это очень делать люблю очень люблю а как насчет исторических личностей вот кого бы вы хотели сыграть кто вам интересен по своему многообразию всю свою творческую жизнь молодую ну а да ладно мы знаем сколько вы молодой человек я хотел очень хотел сыграть пушкина пушкина сукиного сына вот такого и обаятельного и и и и мерзавца и такой и мерзкий он был дуэлян был хлыщ бабник и все все такое мне нравилось как как серёж безруков это все делали все немножко ну так вот сладковато что ли было вот а хочется же ну характер не только из хорошего состоит или всем мы знаем гений имели кучу пороков разные проявления характером были вот так что как то так а нестер махно как вам вообще нравится как личность ой классно классно вы что-то что-то о нем узнали дополнительно во время работы над образом того что ну например не говорилось в советской историографии собственно до того как я сыграл в 9 9 жизни них не стр махно я собственно знал тоже практически что и все советские люди что это был анархист ярко выраженный сильно переодевались юбки какие-то монархия мать порядка грабили убивали и все такое прочее он ну совсем не такой был мужик у него была жуткая дисциплина своих замародерства он расстреливал и очень талантливый был мужик ну чё сказать просто по всем статьям просто очень ненавидел он белых очень с красными там красного его два раза объявляли незаконный все равно он как-то с ним больше контактировал чем они все-таки освободили чем с белыми если бы он не 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 хотел как как бы он хотел украину как не зависит я уже не так давно было блин это было если бы он скоперировался если бы он скоперировался с белыми то еще может быть история была бы немножко по-другому да написано павел вот как в америке так и в россии да есть такое понятие как кастинг многие актеры популярные которые уже в тренде которые уже знают себе цену они не очень любят ходить на кастинге а вот как вы относитесь к кастингам когда к вам говорят павел придите мы не знаем я настаиваю я настаиваю всегда ну как бы это не не кастинг как проба проба да да конечно да проба я настаиваю всегда то есть и было несколько раз такое когда мне говорит ну ты утвержден нет ребят давайте я приду и мы попробуем мне нужно посмотреть на режиссера как он работает с актером и мне нужно самому по понятию насколько я подхожу к этому материалу в общем то я настаиваю на общих условиях мне ничего не нужно чтобы не пропихивали куда-то без проб меня утверждали не ничего этого не надо на общих условиях все а режиссер имеет для вас значение например вы знаете что режиссер ну скажем не совсем приятный человек и может где-то от а вас как-то не так отзывался но вы ему сегодня нужны вот в данном проекте а для вас будет иметь значение прийти и работать с ним а если он талантлив безусловно за талант я готов простить очень много очень мало таланта раньше было много его возьмите артиста в любом театре было вы просто созвездия настоящих звезд настоящих артистов большой буквы огромных прекрасных фантазии восхитительных мы только сегодня мы сейчас репетируем новый спектакль называется он три капитана задумали моего с алексом думасом и из темой ткаченко два года назад и два дня назад как раз приступили к репетициям сегодня была вторая репетиция у нас на же не грешка все это режиссирует так как чего это сказал значение да режиссер для вас до характер режиссера характер режиссер да да что-то как это мысль не было другое немножко потерял но ничего чего и бывает такое бывает это нормально потому что не по сценарию правильно потому что не по сценарию возможно хорошо мы тогда вот так мысль вас потом догонит и мы к ней вернемся но вот а если найти и у меня есть две ваших любимых работы честно скажу это естественно домашний арест и сериал оттепель вот как мне кажется два разных сериала но великолепно много-много классных да но я я меня быть просто выделяю вот а вот именно эти две работы а как вы попали в домашний арест почему именно вы сделали главным героем и пару слов о тодоровском валерий тодоровского потому что это великолепный сериал оттепель согласен по поводу домашнего арестом это задумал задумано было три года три года уже этому сериалу а мы его снимали голова ты три месяца и и еще год до этого был был снят пилот и еще год до этого собственно тнт и синяя слепаков искал актера на главную на главную роль а тогда у меня было полное убеждение что первый канал это хорошо тнт это плохо в комедий клуб я что-то так относился к этому так предвзято плохо я думал что это все однодневка долго это быть не может ну как-то так странно сам себя не понимаю и 7 слепаков меня уговаривал мы пару раз встречались он мне уговаривал собственно говоря после первого после первой встречи я сразу согласился потому что семен для меня авторитет большой он был шоураннером этого проекта пётр буслов снимал все мои товарищи 7 принимал все равно основные какие-то решения ей конечно очень-очень-очень ему верил и после этого после этой работе после домашнего ареста я влюбился в нем окончательно как в человек сейчас не снимает уже сам как режиссер фильм вот и я честно кстати не знаю почему там то ли мне там с роли сняли то ли что то вот что касается на валерия петровского мы пробовали 33 раза мы делали пробы и все три были ужасные я я чувствовал как это делать но как-то пробы были у ужасные мне очень не нравились а валерий петрович говорил ну вот странное дело приглашаю я на пробы верника игоря верни вот жизнь он просто вот будник вот это артист 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 и чего ну горит начинаем мы пробовать мне что-то какое-то обаяние уходит собственно после вот этого будника у меня стали я стал слышать первое признание от коллег какие-то похвальные для меня это было очень-очень важно я так давно этого ждал хотя уже было несколько было точно классных ролей классно вот и но мне кажется немножко все равно переулыбался переслащаю а павел возвращаясь к домашнему аресту а вы когда мы сталкивались вот с такими мэрами вот с такими чиновниками брали с кого-то образу или это чисто придуманы на эмоции вот то как вы это видите семена я спрашиваю сень а как кого как я жить как не нужно от от чего-то от кого-то оттолкнуться да это собирательный образ ну принципе может посмотреть на березовского вот как это в глаза все божья роса быстро говорит все отскакивает как ни на чем не заостряет внимание как-то это был собирательный образ но дважды мне звонили какие-то знакомые знакомых сейчас какие-то у меня были серьезные парни вот сейчас подожди под подожди сейчас тебе позвонит товарищ и этот товарищ или бывший мы ну или около мэр что-то вот такое вот это было просто потрясающе старик потому что мы просто один к одному интонации поведение здорово как-то так получилось просто честно говоря я даже если сам не знаю как это вышло как-то как-то вышло павел мы сейчас уйдем на короткую рекламную пазу вы не отключайтесь послушайте рекламу и мы вернемся через пару минут и продолжим нашу интересную беседу спасибо свалим очень мы возвращаемся в программу политинформания радиостанции народная волна чикаго и ведущий эдуард прумер и геннадий и мы продолжаем беседу замечательным интересным ироничным российским актером театра и кино павлом деревянка павел вы с нами да ребят я с вами у вас очень классная заставка я помню когда я был маленький была такая у нас международная панорама повин вот так вот давно уже не слышал этой мелодии вот мы специально выбрали кстати хочу вам сказать вот пока была реклама шла мы эту читал в чате то что пишут люди и люди в полном восторге от беседы с вами и уже бегут смотреть сериалы с вашим участием то есть там вот без принципа и домашний арест и что может быть кто-то не видел еще да но люди активно обсуждают им очень нравится павел деревянка супер да вот павел мы продолжаем нашу беседу а вот в россии как нигде есть такое понятие почетное звание то есть не в америки не во франции нигде нету а вот в россии то есть вы актер популярны вы актер заняты и между тем у вас нету почетного звания хотя бы там заслуженный артист как вы относитесь вообще к почетным званиям надо ли они да фиг его знает ребят не знаю я просто отношусь если суждено этому статься то это будет так народ любит это самое главное вот есть предпризнание у народа ну и и слава богу вот а дальше там если будет значит будет а павел буквально две недели назад я закончил смотреть второй сезон беспринципных когда я начинал смотреть я даже честно говоря не поверил я увидел героя с лайка который носит звезду давида я подумал а что деревянка еврей вообще удивительно никогда не читал об этом потом я понял что это сделано для образа чтобы людям было понятно а вот как вы относитесь вообще к еврейской тюрем на к еврейской теме и что вам стало более понятно в еврейской душе когда работали над образом вот такого уверен верт кого я знаю такого очень обаятельного очень такого жив чека жив чека такого свайка и к и как вообще звезда мама вот магин давид как звезда давида не отяжеляла немножко как-то это была моя идея чтобы у меня была звезда давида собственно у меня мне настолько нравится этот знак этот символ как как-то сказать да звезда давида я тоже не знаю лет наверное 15 назад я проникся большой симпатии симпатии к евреям к еврейскому народу и очень светлого на то что у меня нет ни капельки еврейской крови и но настолько мне это нравится мне даже где-то две золотые звезды есть но мне ребята дарили и привезите мне звезду давида вот настолько мне это нравится но что-то но что-то в образе узнали что-то новое вот среди евреев есть клише многие которые скажем бывают даже неприятные для евреев а вы что-то для себя мой друг мариус вайсберг когда даже придумал танец еврея это было мне очень нравится ну собственно евреи это самые мощные люди самые-самые мощные самые умные гениальные ученые бизнесмены политики и все-все-все-все-все что узнал нового ну особенно все давно известно да уже три тысячи лет все уже давно очень очень музыкальный народ и главное чувством юмора вот вот да учитывая что семена слепаков писал домашний арест это мы точно знаю что чувством юмора там все в порядке анекдоты есть журналист спрашивает у кто нас кто водил народ еврейский мосей мосей скажите пожалуйста вот вы 30 лет а водили свой народ по пустыне случались ли там с вами какие-нибудь забавные истории мы вот говорили про андрея кончаловского а есть действительно замечательный великий режиссер никита михалков и вот в одном из интервью он будем так выражаться таким современным языком наехал на вас и на александру бортича не буду вдаваться в подробности все знают из-за чего наехал а ваше отношение к михалкову после этого как-то изменилось можно разделить великого режиссера и не очень как бы это сказать корректно его отношения человека такого абсолютно не было никаких претензий у меня понимал наверно почему это было сделано сделали сделал ну чуть-чуть досадно было я потом конечно но получил вообще после охоты на ведьм началась ну да он сделал акцент на ваших доходах мне кажется это было очень достаточно некорректно не изменилось не изменилось я по-прежнему уважаю его люблю ценю особенно раннего михалкова но он классный может классный дядька а павел давайте поговорим о спорте вот последние несколько фильмов сериалов вы обладая абсолютно не атлетической внешностью как как я это вижу играете да очень часто в спортивных фильмах ну вот например не валяшка до него как-то там был герой который был по-американски не вальяшка про бокс потом вот вы недавно я посмотрел очень хороший сериал и рекомендую многим нашим радиослушателям дилды где вы окунулись в женский спорт волейбол и тоже такой очень женский спорт я вообще обожаю это моя коронка а почему а почему что что нравится в женском спорте женщины женщины люблю женщины а а что-то у них ну хорошо вот вы играли в дилдах да что-то вот тоже интересное открыли для себя в женском спорте и вообще нужен ли женские вот ну например волейбол так все нужно ну что есть значит это нужно и не смешно вообще смотреть как но я понимаю мужской спорт это и где-то жесткие слова и атлетика и мышцы играют а вот среди женщин это другие слова другие мышцы в там ну слава богу нету это вот как это сочетается для нормально сочетается но вообще для всего в этом мире есть место но женщины вот на самом деле удручает то что последнее время мужчины стали слабее сильно слабее вот не хотели очень много этих как-то сказать трансгендеров ребят наверно не я не про это я говорю что конкретно мужчины просто слабые мужчины и сильная женщина женщина становится сильнее мужчины становятся слабее вот это конечно это это ужасно на мой взгляд вот потому что мужики делать должны мужские поступки вот совершать отвечать за свои слова не быть маменькими сумками не будет не быть опять как-то слово трендунами да можно и другое слово выгода можно павел вот а есть фильм такой очень хорошая комедия вы играли там играл роман мадянов я считаю на сегодня один из самых обалденных актеров и оксана окинчина там сюжет исключается в том что значит вы как бы пропадает шапка-невидимка получается и вас не видно узнаете вот забыл название фильма к сожалению но все наши радиослушатели могут супер бобровый супер бобровый отличная комедия кстати тоже рекомендую посмотрите посмеетесь это шикарный фильм но там есть один очень интересный момент замечательно многие люди на эти как бы отматывали и пересматривали пересматривали где вы идете с довольно обнаженной оксана окинчиной там на ограбление поле банка то ли еще что-то вот сниматься в таких эпизодах насколько это ответственно эпизод не эпизод даже но в этом эпизоде как бы этого фильма момент до момента обожаю такие моменты вот если вы смотрели последний сериал беспринципный там достаточно много славиков в постели с девчонками с одной из двумя сразу я очень комфортно себя чувствую в этих в этих сценах в этих моментах я люблю их они мне получается а если актрис а если актрис спрашивать как вы думаете им комфортно с вами в этих конечно я самый комфортный блин это отвечаю вам просто ну один из самых комфортных партнеров а что касается этих сцен так вообще просто золото потому что я я так все грамотно делаю расслабляю и не знаю мне просто хочется у меня вот кредо по жизни такое и в жизни в творчестве быть органично как вода или трава то есть вот на самом деле правдивым честно настоящему да ну ручно как говорю говорят что вообще-то артистам в таких сценах ну мы все простые люди мы смотрим и удивляемся что это очень некомфортно что при этом ну когда над тобой стоят осветители помощники режиссера сам режиссер что-то говорит а как вообще вот это вот химия происходит когда мне очень комфортно очень комфортно во первых я очень люблю свою профессию просто обожаю считаю лучшей в мире профессии и и во вторых что я не договорил очень часто в этих сцены и и у нас это даже больших фильмов и в американских фильмах вот эти сцены они как немножко клишированные я не верю как бы и изображает чуть-чуть вот я могу это по настоящему все это сделать так чтобы мальчики девочки действительно прочувствовали это и захотели и возбудились вот мне вот интересно может пробуждать самые настоящие подлинные и истинные чувства вот мне очень хочется это делать творчестве не за я очень комфортно себя чувствую я не стесняюсь ничего удовольствие а вот к примеру вы когда соглашаетесь на роль мам партнерша важно я имею в плане не красоты не внешних данных а в плане профессионализма насколько важно партнерша так то будет рядом с вами или то окружение которое будет с вами ну конечно важно конечно не всегда хочется сильного партнера очень партнера партнершу потому что там ты не выходишь из положения получать у тебя с творчества сотворчества когда классная партнерша конечно там и химия большая и много нюансов всяких возникает это все очень важно ну так бывает по по разным мы все понимаем вот поэтому приспосабливаемся а павел вот вы по моему год назад или два года назад могу ошибаться мне поправьте вы давали интервью юрию дудю вот он из всех интервьюиров а я считаю просто великолепнейший то есть его вопросы настолько точны его поведение в интервью очень точное интересное вместе с тем это такой о и образ и человек который как бы его знает просто как юрий дуть а можно пару слов об этом человек об этом замечательном журналисте как он вам понравился юра очень принципиальный парень как мне кажется четкий принципиальный где-то жесткий талантливый интервьер танк и человек за мне самые прекрасные о нем ощущения нас значит мы встречались с ним дважды первый раз совершенно не пошло интервью просто совершенно не пошло где-то минут сорок проболтали я понимаю как я вот так вот сел в кресле не шло мне интервью вообще честно говоря это только разговорился не знаю где-то последний на этом год я все к сожалению вот велеречивость это но не моя сильная сторона поэтому я там не веду корпоративов я очень редко хожу на телевидении себя неуютно чувствую на сцене как нужно импровизировать просто импровизировать в заданной схеме за в заданном контексте да просто импровизировать неплохо это получается я юргу это же это же говно просто ужас он говорит ну да юра можем это встретиться другой раз в принципе я этого не делаю ну ладно давай и давай может быть там пивка выпьем он горит отлично все давай будем пить пиво вот и второй раз как-то получилось по поинтереснее сейчас было бы еще интереснее я как-то не с годами становлюсь увереннее как-то это так здорово очень здорово а я на самом деле очень очень ранимый и трогательный чувак но мы это что мы это чувствуем а павел вы снялись фильме ржевский против наполеона главных ролей но мы не говорим о фильме но одну из главных ролей играл владимир зеленский человек который находится сегодня просто в другом статусе а к сожалению на российском телевидении его называют просто клоун я понимаю всю политическую составляющую составляющую а вот что вы знаете о зеленском то о чем не говорят на российском телевидении я был восхищенным как человеком как профессионалом такой точный такое работоспособный он просто сутками работал вы просимали кино потом к нему допустим в крыму снимали кино да да к нему приезжал под приезжали ребята из 95 квартала нужно было там что-то писать а вовка там был основной володе вот и и они после съемочных после съемочного огромного дня они еще садились и писали его утром вставал и так было несколько дней подряд я я не понимал как он живой как в общем удивительный талантливый человек володя зеленский да вот там самое самое хорошее впечатление сейчас не знаю но говорят сильно он изменился мы не общались с тех пор как мы снимались одно кино ни разу я как-то пару раз позвонил но он не брал трубку но я понимаю занятой человек все такое прочее очень говорят меняет власть и деньги медные трубы меняют очень павел вот когда говорят значит про актеров обычно употребляет слово алкоголь не про всех но про многих сожалению для многих это сыграло такую трагическую вообще не пьете допью конечно ну ну а то есть не куча алкоголя стоит и знаете меня даже когда я последний раз напивался вот так вот сильно напивался это был метод лет на 18 назад очень такое очень давно было вот даже когда у меня есть такой большой кураж выпить вот бывает такое раз рюмка два рюмка три четыре пять и только я чувствую когда я уже становлюсь я не не пьяненьким а пьяным вот и автоматически автоматически повторяю у меня уже тянется рука к бокалу с его у меня просто завтра реклама большаясь большой съемочный день 16 часовым будем снимать рекламу втб а я блин я неделю назад у переболел короны никому нет не будем говорить не будем павел а вот предпочтение я просто хочу для наших радиослушателей чтобы они напряглись и послушали значит водка коньяк виски или какие-то другие тамагон-самагон-самагон ребята это самый лучший в мире напиток самый лучший ну это понимаете это здорово но в беспринципных вы очень неплохо как бы скажем так рекламировали насколько я понимаю виски а теперь абсолютно серьезный вопрос если бы стали режиссером что бы хотели экранизировать и какие у вас есть ну творческие в значит предположение предпочтение что бы вы хотели сделать сейчас я не рассказал пивко я пью для того чтобы завтра почему я сказал про коронку что на корону я никак блин не могу поправиться мать его а у меня огромная проблема с набором веса просто катастрофическая все люди теряют вес а я не могу его набрать и блин вам позавидовать можно и олеся зиловская как-то мне сказала говорит ну если нужно немножечко завтра тебя съемка какая-то важная выпей бокальчик пива немножко чуть-чуть лицо подопухнет я просто надеюсь что мне задор будет чуть-чуть побольше нам гаитесь вы такой как есть честно говоря вот что касается амбиций творческих я говорил про про светлые какие-то дам про светлые роли а вот я думаю возможно так вот венцом не знаю как это сказать вот этого всего творчества или как этого назвать этих моментах своих это вот как вы думаете вот кого кого сложнее всего вообще сыграть что сложнее всего может быть сказки кощей бессмертного можно сыграть но это не так просто нет это безусловно но бога бога да бог наверно потому что потому что ты не можешь никак это сыграть это должно в тебе ну как-то либо быть цвет чистота либо ну и нет это ну никак не сделать а вы а павел а вы играете честного еврея и бог у вас получится вот и честного еврея да вот и я думаю ты и уродивы мне очень хочется какой-то юродиво такого настоящего чтобы такого чистого чистого история маленького человека вот как был башмачкин у меня и мне кажется вот я я бы я очень хочу прийти к этому потом чуть позже ну или сейчас я не знаю как получится но вы знаете я вам скажу честно вот я вот сейчас подумал о чем вы сказали и мне кажется что есть вам предложили роль чарли чаплина а допустим экранизации фильма огни большого города то это было бы наверное большая творческая удача да наверное вы вы очень подходите мы вам рекомендуем да а вопрос еще у нас уже времени к сожалению остается буквально две минуты а дружба среди актеров это понятие есть или это называется террариум как называть единомышленников что такое название когда в театре театр никогда не был моим домом никогда даже как как и только вышел из института и работал одно в другом театре никогда не было мой дом я просто ходил туда как как на работу что касается артистов раньше чуть больше у меня бы было у меня совсем совсем мало среди артистов друзей близких я не знаю почему так вышло ну как так есть врачи есть бизнесмены спортсмены есть вот бойцы есть актеров как-то мало узнать ребят я как-то так вот идет а павел а у вас есть две прекрасные дочери вы хотели бы чтобы они были актрисами я сказал старшей варьки я сказал она на такая артистичная дама дамочка мазель я сказал актриса только через мой труп вот я много раз это говорил вот недавно она сказала посмотрим ну я понимаю что если быть актером только классным востребованным но все остальное я смотрю на многих своих коллег из театра ну блин ну это тяжело тяжело как когда это не снимают кино они ходят в театр на какие-то на елке подработки блин ну только-только классным актером тогда быть классно я имею ввиду если они захотят младший точно не захочет саня если варька захочет ну как я сказал помогать не буду конечно буду помогать если заходим двигать никуда вот это вот вот этого точно павел к сожалению наше время практически закончилось мы вас приглашаем в америку за замечательный город чикаго или в какой-нибудь другой город если вы будете с творческими планами приезжайте мы вас очень любим мы хотим чтобы у вас было как можно больше работы интересной и мы хотим вас видеть на экране и хотели бы видеть вас у нас в студии это было бы очень да и мы вам желаем самое главное крепкого здоровья бодрости и оптимизма и хорошо прорекламировать пиво всем здоровья бешеного успеха и улыбок любви всем любите друг друга спасибо вам большое спасибо вам всего лучшего всего самого лучшего